Меня зовут Арина Викторовна Карголь. Я являюсь клиническим психологом и директором образовательных программ Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, спикером, преподавателем Ассоциации. Надо сказать, что КПТ – это любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Впервые я познакомилась с этим подходом еще в университете, наверное, на третьем курсе. Я была преподаватель по клинической психологии, по основам консультирования, психокоррекции, психотерапии Ольга Валентина Рычкова. Она была таким специалистом, который активно развивался в этом подходе, и она привила интерес и любовь к методу. После этого я прошла обучение по когнитивно-поведенческой терапии аффективных расстройств у Аллы Борисовны Холмогоровой и Натальи Георгиевны Горанян. Это буквально было сразу после окончания магистратуры по клинической психологии. И я поняла, что все, нет, точно это тот метод, в котором я хочу развиваться. И далее я пришла в Ассоциацию к когнитивно-поведенческой психотерапии. Сначала с организацией курса базового у нас в Белгороде. Ну и далее, я говорю, это вторая, третья волны захватили, меня захлестнули. И я постоянно развиваюсь в этом подходе, очень много обучения прохожу, потому что Дмитрий Викторович, он наш основной флагман. Не только в Ассоциации, но, мне кажется, во всей России. Главный специалист в области КПТ, который заинтересовывает всех этим методом. И он очень следит за тем, что мы тоже развивались, как преподаватели Ассоциации. Было много организовано различных семинаров, курсов, которые вели именно такие звезды, ведущие специалисты мирового уровня в КПТ. Во многом я давно хотела, наверное, с самого начала нашего сотрудничества с Ассоциацией, с самого начала моего обучения в Ассоциации, я видела, что это возможно. Глядя на Дмитрия Викторовича, Алису Игоревну, которые непосредственно, конечно, перенимали свои опыты и знания у Арна Бека, я, глядя на это, думаю, здорово. Наверное, есть смысл понять, как происходит обучение в институте Бека. Это отличная возможность, потому что институт Бека – это альма-матер когнитиво-поведенческой терапии. Это место, где, можно сказать, формально, конечно, институт появился позже, но Бек, Арн Бек – это тот, кто создал когнитиво-поведенческую терапию. Поэтому, если я хочу преподавать этот подход, если я хочу работать в этом подходе, то есть смысл пройти обучение там, где зародился этот метод. Но если говорить еще о других причинах, может быть, о некоторой уверенности, которая появилась, конечно, это возможность не ехать в Америку, пройти обучение здесь, на месте, находясь в своем городе, в своей квартире. Это очень существенно облегчает процесс подготовительный, финансовый, какие-то моменты проще организовать. Я, когда, наверное, несколько лет назад Дмитрий Викторович и Ассоциация организовывали обучение у Кита Добсона и Дебора Добсона, дважды проходил курс по основам когнитиво-поведенческой терапии, и так получилось, что дважды я принимала участие в нем, и Кит Добсон дважды оценивал мою сессию по шкале CTRS. И в последний раз он сказал, что, Ирина, вы могли бы вполне сертифицироваться у нас в Академии когнитивной терапии, и я вижу, что вы можете развиваться как супервизор, вам это рекомендую. И это те слова, которые довольно-таки поддержали меня в моем решении, и поэтому я, как только появилась такая возможность, прошла все необходимые, все блоки обучения в институте БЭКа, и последним этапом была супервизия, групповая супервизия, в которой участвовали также другие преподаватели ассоциации. Этот групповой формат был организован благодаря ассоциации, и после успешно пройденной супервизии далее я уже готовила специальные документы, описание случая, саму сессию, и отправила ее туда в сертификационный совет института БЭКа, после чего они вынесли положительное решение в мою сторону, что работа была проведена на соответствующем уровне, позволяющем быть сертифай-клинишен, то есть специалистом, который точно работает в компенсированном поведенческом подходе. Все прохождение курса заняло чуть больше года, я думаю, может быть даже полтора. Необходимо было пройти соответствующие семинары, также супервизия заняла несколько месяцев, и было время на подготовку самого случая и запись сессии, которая будет итоговая. У меня, наверное, это было полтора года в среднем. Это для меня подтверждение того, что я владею знаниями, умениями, навыками относительно когнитивно-поведенческой терапии могу практиковать и быть уверенной в том, что я точно делаю КПТ. Но и для меня это важно еще так, как я преподаватель ассоциаций, мне хочется как можно больше достоверной, правильной, новой, современной информации давать слушателям, делиться с ними. И если я сама развиваюсь, если я получаю нужные знания в правильных местах, значит, я могу поделиться этой информацией с другими. Для меня это очень важно. Наверное, одно из решающих, еще помимо рекомендаций Добсона, решающих таких факторов в пользу принятия решения сертификации, это то, что я обучаю людей, и мне хочется обучать их правильным вещам, ну, по крайней мере, как можно больше нужной информации им предоставить. Во время прохождения курса ведь было много демо-сессий, было много всяких лайфхаков, которые давали преподаватели. Ален Миллер, буквально разбиралась каждая сессия, которая предоставляется на субзрителям по частям, что происходит в каждый момент, почему говорят стеленные фразы, как реагирует клиент, почему он так реагирует, как на эту реакцию клиента реагирует, соответственно, терапевт, почему он делает именно так или по-другому. То есть на примере большого количества таких вот случаев, на примере опыта терапевтов Института БЭКа, там различные круглые столы, их обсуждения, как они делятся своим опытом, это очень ценно, потому что это люди, которые имеют многолетние, десятками лет они практикуют, у них много клиентов, и много слушателей с различных стран, поэтому есть учет того, что есть некоторые культурные различия среди клиентов, пользователей услугами КПТ. Поэтому я бы сказала, наверное, с одной стороны, как качество и количество знаний все-таки стало больше, но и уверенность в ведении сессии. Я понимаю, что там клиенты все разные, у разных клиентов разные расстройства, мы можем соприкасаться очень удачно, как две личности, с кем-то бывает сложно выстроить контакт, но та структура сессии, которая есть, та логика сессии и логика терапии, о которой говорят на сертификационном курсе, она становится такой интерьеризированной частью мышления, чем-то таким ориентиром некоторым. Это позволяет чувствовать себя увереннее, потому что ты понимаешь, что и зачем следует в сессии. Поэтому если говорить о таких умениях, навыках, то это умение организовывать терапевтический процесс, планировать его и качественно проводить каждую сессию. Качество каждой сессии, конечно, бывает разным, как я уже и говорила, это зависит от множества факторов, но тем не менее глобально удается придерживаться общей темы, общей линии, общей системы, общей логики, самой сессии и всей терапии, соответственно. Большую часть курсов я проходила на английском языке, соответственно, для меня было сложно во многом привыкнуть к тому, чтобы воспринимать на слух речь, и приходилось много переводить, что, с одной стороны, прокачало достаточно хорошо мой язык. Вот поэтому, конечно, когда есть возможность пройти занятия на русском языке, это облегчит задачу. Просто сидишь и воспринимаешь те знания, которые дают специалисты, ты больше погружен в само КПТ, а тут приходилось еще ловировать между пониманием, и правильно ли я услышала, что речь идет именно об этом. Но если говорить о сложностях, которые возникали в процессе самого обучения, я думаю, самые сложные моменты связаны с супервизией, когда необходимо показывать свои случаи, свою работу. Для меня, на самом деле, не очень важна оценка со стороны, вот там хорошо или плохо. Наоборот, я всегда очень рада, когда мне указывают на какие-то ошибки и проблемы, потому что это возможность стать лучше. А сложность, и я всегда старалась показывать, и стараюсь сейчас показывать какие-то сложные сессии, чтобы разобраться, почему у меня там не получилось выполнить какой-то задуманный мною ход, допустим, или почему все пошло не совсем так, как было запланировано. Вот, то есть супервизия, наверное, это такой самый кропотливый и сложный момент, потому что тут еще важно учитывать, чтобы клиент не пропускал сессии, бывает, что кто-то заболел, отъезд, какие-то объективные причины. А супервизии, они назначены, и нужно к каждой супервизии подготовить свою сессию. Что самое полезное? Мне кажется, трудно выделить что-то конкретное, что было больше всего полезным. Было полезно все, начиная от теоретических моментов и заканчивая практическими. Я подразумеваю под практическими саму супервизию, она тоже очень полезна. И, наверное, еще одной сложностью можно выделить подготовку к сертификации, то есть там нужно много переводов сделать, перевести сессию, сделать субтитры. Ну, это такие технические моменты скорее. Пожалуй, так. Самым интересным? Интересно слушать спикеров, у которых огромный опыт. Например, Ален Миллер, это действительно уникальный человек, это первый выпускник института БЭКа, у него огромный опыт за плечами, причем он работал с очень разными и сложными клиентами, случаями. И когда смотришь на него, видишь очень такого человечного, доброго, специалиста мягкого, заботливого, но при этом, зная его бэкграунд, зная, с какими сложными ситуациями и случаями он работал и сталкивался, понимаешь, насколько вот с этой мягкостью и таким интересным стилем его, эмпатичным, при этом видишь, как он использует техники, как он ведет клиента, как он вплетает структуру, которая вообще незаметна. Многие наши слушатели говорят, я не могу с этой структурой справиться, получается, ты сидишь как робот по этому протоколу, но нет. Вот глядя на Алина Миллера, понимаешь, насколько вообще нет структуры, я имею в виду, ее не видно, ее не чувствуешь, но она, конечно же, присутствует. То есть это высший пилотаж, когда человек, сохраняя такую непринужденную, доверительную атмосферу на сессии, делает все то, что нужно, очень технично, очень протокольно, в хорошем смысле этого слова. Я бы рекомендовала пройти этот курс всем тем, кто действительно точно уверен в том, что он хочет работать когнитиново-поведенческим терапевтом, что он уверен в том, что когнитиново-поведенческая терапия – это тот метод, который делает жизнь лучше наших клиентов, который помогает справляться. Если вы в этом уверены, и вы хотите помогать своим клиентам качественно, хорошо, то этот курс точно для вас, потому что он очень помогает настроиться на волну КПТ. Для меня КПТ – one love, и поэтому все, что связано с КПТ, я люблю, и все обучения, которые ассоциации организовывают, я прохожу. И вот, наверное, самым важным этапом в профессиональной моей деятельности – это был сертификационный курс. Он действительно оказался крайне полезным по количеству тех теоретических знаний, которые предоставляются, по количеству практической информации, которую бери и делай. Ну и, конечно, для тех, кто, может быть, сомневается и не очень уверен в том, а хорош ли я КПТ-терапевта, достаточно ли я хороший КПТ-терапевт, сходите на курс, посмотрите, пройдите супервизии и сертификацию. Вы, наверное, все-таки повысите свою самооценку и уверенность в себе. Субтитры создавал DimaTorzok